Добрый день, уважаемые кухлые арисы и кто смотрит эти поздравления. От меня самые сердечные поздравления в связи с окончанием 2016 года. Я думаю, что год назад мы думали о том, каким он будет в 2016. Мы желали друг другу добра, счастья, благополучия. Я думаю, что в большинстве своем это, наверное, год был все-таки радости, поскольку город отмечал 70-летие. Было много очень встреч, много было гостей. Я думаю, что мы подвели какой-то итог 70-летней своей истории. Я хочу пожелать, чтобы 2017 год был бы интересней, поскольку сегодня есть надежда на то, что со сменой правительства в государстве на северо-восток будут смотреть больше, будут помогать нам больше. И это даст всем результат лучше, чем он был в 2016 году. Тепло, уют, хорошего настроения на праздниках и, конечно, хорошего 2017 года. В контексте этого закона все мы должны чувствовать себя более защищенными. И данные изменения, конечно, улучшат защиту наших прав и свобод. И поэтому всем жителям хочется пожелать, независимо от того закона, о котором вы говорите, чтобы вы все себя чувствовали более защищенными в новом году, чтобы все знали, как защищать свои права и куда обращаться. С Новым Годом во всех и с наступающими праздниками Рождества! Уважаемые друзья, хотелось бы от своего имени поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать спокойного Рождества и хорошего Нового Года. Рождество – это то время, которое многие собираются вместе, чтобы с семьей посидеть, отметить праздник. Поэтому найдите возможность, соберитесь с своими родителями, детьми, другими родственниками, потому что находить для общения с семьей время надо всегда. И это один из всех возможностей, которые вам предоставят. Ну и Новый Год – это всегда момент загадывания каких-то желаний, исполнения их. И поэтому пусть все те ваши желания, которые вы на следующий год себе загадываете, они обязательно сбудутся. Но самое главное – это, конечно же, здоровье. Поэтому будьте здоровы и счастливы. Ну и успехов! Дорогой Житин Винаги Рума, желаю тебе спокойного рождественского времени. Конечно, всегда мы должны желать, чтобы у нас и снега было бы побольше, чтобы Рождество было белое. Еще желаю вам любить друг друга. Если мы это делаем, тогда все у нас уезд будет хорошо. И желаю вам приятного, хорошего Нового Года. Дорогие жители Идавирума, в конце года мы все смотрим, что у нас получилось в этом году и что мы не успели делать. и думаем, что в следующий год будет у нас еще лучше. Для этого я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и что вы понимали друг друга. И, конечно, очень главное уважайте друг друга. Дорогие жители Волос-Титойла и наших соседей вот-вот качается опять один год с номером 2016. Для местных самоправ это был не самый легкий год, потому что, как вы все знаете, планируется большая реформа, где завтра нас не так много, как сегодня, и мы должны с кем-то заединяться. Наши все воли Богу приняли свои решения, и я рад, что в нашем договоре о соединении с Котлей и Коттанемной все те услуги, которые мы вам предлагаем, сумеем предлагать и в будущем. Я надеюсь, что Новый год, 17-й год, дает нам новые цели, новые радости, и надеюсь, что это будет лучше, чем этот. Всего хорошего. С Новым годом! Городные жители в области ЮФИ, я рад вас поздравить с Рождеством и с Новым годом 2017 года. Я рад, что у нас ЮФИ очень сильно и корректно развивается, у нас хорошие, большие планы, и надеюсь, что ЮФИ будет и остается сильным, здоровым и крепким мотором и доверимым в дальнейшем. Спасибо! Заканчивается 2016 год, наступает волшебное время Рождества. Когда мы в конце года оглядываемся назад, то всегда оцениваем, что же было знаменательного в этом году. А этот год был для города Кухтлоярве и нашего региона очень знаменательным. Во-первых, в этом году исполнилось 100 лет с начала развития исландцедобывающей промышленности. Во-вторых, у нас было 70-летие, города Кухтлоярве. И очень многие из вас могли и приняли участие в наших городских мероприятиях, которых было очень много. И кроме того, этот год был знаменательным для городского управления еще тем, что этот год был годом стартовым для новых проектов и исполнения новых желаний наших горожан, наших жителей. В следующем году мы начинаем большое количество проектов для благоустройства города, для создания зон отдыха, занятием спорта, новые школьные здания. То есть год, который был очень важным для того, чтобы начать новые проекты. Сегодня, в преддверии Рождества, я хочу вам всем пожелать добра, тепла, счастья, чтобы вы заботились о ваших близких, чтобы все были в тепле, в уюте, и чтобы у всех было, кроме того, душевное тепло. Я всем вам желаю спокойного, тихого, счастливого Рождества. Дорогие жители Ихве, вот и приближается конец этого года. Нужно сказать, что совместными трудами мы успели сделать достаточно много. Мы облагородили территории, привели в порядок здания наших школ, нашего детского садика, художественной школы, обновили асфальтное покрытие на дорогах, на улицах. Вместе с Ярвебио-Пугастус заменили водные трассы и начали устанавливать новые автобусные павильоны, видеокамеры и так далее, и так далее. Всех дел, конечно же, не перечислишь. Но я бы хотел сказать, что это стало возможным только благодаря вам, только благодаря тому, как по-доброму вы относитесь к нашему городу, волости, и благодаря вашей работоспособности в казну поступает подоходный налог, на основании которого можно было все это сделать. Конечно же, впереди нас ждут новые, более глобальные дела. И эти планы в Вала-Валицусе, в Воле-Когу, уже сейчас программируются. Дорогие жители Ихве, я бы хотел пожелать вам в рождественский месяц, конечно же, только сказочных ощущений. Всего самого доброго. Конечно же, чтобы ваш Новый год пришел как можно ярко. А в Новом году мы продолжим наши дела. Всего прекрасного вам. Дорогие жители Кохтного области и Идовирусского уезда, каждый человек уникален. Берегите друг друга, замечайте друг друга, помогайте друг другу. Год был очень быстрым. В году все очень много дел сделали. Желаю всем радости и больше улыбок каждый день, так как на Рождество, так и в Новом году. Уважаемые сельчане Тойла, уважаемые наши соседи, разрешите вам пожелать с наступающим Новым годом счастья, здоровья и всего хорошего, чтобы ваши мечты, чтобы ваши пожелания сбылись и чтобы Новый год принес вам много счастья, удачи. Спасибо. Уважаемые жители, наступает Новый год. Все, что хорошее было в 2016 году, возьмите с собой в 2017 год. И все, что плохое было, оставьте в Старом году. В связи с этим, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. В преддверии Рождества принято дарить за углом подарки. Принято говорить теплые слова и желать всем радости, счастья, добра и спокойствия. И мне тоже хочется сегодня в преддверии Рождества поздравить всех нас, кто живет в замечательном городе Кохтло-Ярве, поздравить с наступающими праздниками, пожелать тепла, любви, чтобы в каждой семье хватало у людей терпения, хватало у людей радости и хватало желания делать добрые дела. Дорогие горожане, разрешите вас поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Всего вам самого наилучшего. Уважаемые жители Йехве, фракция Йехве Мэйя Году поздравляет вас с наступающим Новым годом. Мы хотим, чтобы этот год был у вас плодородным, искренним и, конечно, финансово богатым, чтобы в этом Новом году все задуманное сбудется, неприятности забудутся. И пусть новогодняя атмосфера наполнит ваш дом радостью и теплом. А этот Новый год принесет вам только победы и успехи. С Новым годом! Последние события, происходящие в мире на Ближнем Востоке и грустные события в Берлине заставляют нас всех остановиться и задуматься. И Рождество – это как раз то время, когда можно подумать, какая будет наша жизнь завтра и какой мы хотим видеть нашу жизнь и наш мир. И я хочу пожелать нам всем быть терпимыми, уважать друг друга, уметь договариваться. И, конечно, я хочу пожелать нам всем мирного неба над головой. Уважаемые друзья, разрешите вас поздравить с Рождеством. Пусть в эти дни будет у вас только светлое, доброе. Будьте своими близкими всегда. Радуйтесь каждые минуты. И будете счастливы. Поэтому желаю вам светлого, красивого Рождества. Хочу поздравить вас, чтобы сборить все самые смелые ваши желания, чтобы вы могли подарить подарки своим близким, те подарки, которые они хотят, чтобы дети наши нас радовали. И, конечно, здоровье, здоровье, здоровье. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих близких друзей и знакомых с этим наступающим праздником. Спасибо. Дорогие жители города Кохтлоярве, наступил рождественский мир. И я желаю всем жителям города, всей Эстонской республики мира, счастья, добра, здоровья. 2016 год был для города Кохтлоярве, я считаю, очень плодотворным и насыщен большими событиями. Так городу исполнилось 70 лет. И, конечно, ученики школ, детских садов, школ по интересам, культурных учреждений, да вообще все жители города принимали участие в этих замечательных мероприятиях, посвященных такой красивой дате. А у нас, у коллектива Тамикусской основной школы, еще была одна очень красивая дата. Нам было 25 лет, и поэтому было много различных красивых праздников. И вот на этой красивой волне я поздравляю всех с праздниками. Я желаю прежде всего мира, мира в душе, мира в доме, мира в каждой организации, конечно, мира в городе, в республике и во всем мире. Также я желаю всем огромного здоровья, счастья, любви, всего самого светлого, самого доброго в наступающем 2017 году. Особенно Тамикусской основной школе, ее дружной семье. Я вас люблю. Спасибо. Дорогие телезрители, от лица нашей фракции во благо Ифи поздравляю вас с предстоящими рождественскими праздниками и с наступающим Новым годом. Желаю вам встретить веселое Рождество, чтобы все было у вас хорошо, спокойно, тихо и в доме всегда тепло. А в предстоящем Новом году хотел бы вам пожелать тепла, добра, света и чтобы люди, которые вас окружают, были к вам добры, вы добры к людям и как можно больше светлых дней. Спасибо. Дорогие жители Кохт-Лоярви, сегодня мне хотелось бы вас поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Я желаю вашим семьям мира, добра, огонь, который сегодня у меня в руках, символический огонь. Я надеюсь, что ваши сердца будут так же сильно гореть и в следующем 2017 году. От имени социальной комиссии городского собрания и от имени коллектива Славянской основной школы я желаю вам всего самого наилучшего в наступающем году. Дорогие друзья, уважаемые жители нашего дорогого города Кохт-Лоярви, я вас всех сердечно поздравляю с Рождеством и Новым Годом. И, конечно же, хочется пожелать в преддверии этих замечательных праздников всем счастья, любви, веры в успех, позитивных мыслей и творческого вдохновения. Пусть вам сопутствуют только удачи и исполнение всех ваших желаний, чтобы тепло согревало ваши души, чтобы мир был в семьях и лад, чтобы все было хорошо. Уважаемые жители города Кохт-Лоярви, я от имени Центра культуры города Кохт-Лоярви, от всех работников этого прекрасного дома хочу сердечно поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым Годом. Пусть легкой поступью в ваш дом входит любовь и счастье, радость и покой, здоровья вам, счастья, всего самого-самого необыкновенного и пусть следующий год будет для нас с вами годом хороших новостей. Уважаемые жители нашего города, дорогие друзья, в преддверии новогодних праздников мы оглядываемся назад, анализируя наши успехи, что бы у нас получилось, что могло бы быть по-другому, думаем о будущем, мы ставим задачи, планируем, надеемся, мечтаем и фантазируем. Впереди наступит новый виток. Мы не можем повлиять на его наступление и не знаем, что он нам принесет, но очень многое зависит именно от нас. Я хочу пожелать вам смелости, смелости, чтобы осознать, чего вам хочется, смелости, чтобы озвучить ваши желания другим, смелости, чтобы их реализовать. Говорят, под Новый год что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда забывается. Ваша Светлана Владимирова. Я хочу поздравить всех жителей нашего города, города Кохт-Лай-Арви, с наступающими праздниками, Рождеством и вскоре после этого Новым годом. Пожелать всем здоровья и чтобы было у людей работа и тепло в доме, и, конечно, особо хочу поздравить членов разных национально-культурных обществ, которые активно работают в нашем регионе. Несмотря на то, что они могут относиться к разным конфессиям, наступающие праздники важны всем нам, как подведение итогов Старого года и приходом Нового года. Заканчивающий год для наших клиентов и людей Ида Аверома был, конечно, трудным, изменчивым и, с другой стороны, интересным. Время Рождества – это время спокойствия, время смотреть самого себя, время для того, чтобы поддерживать тех, которые об этом нуждаются. Я желаю всем нашим клиентам, партнерам, нашим людям Ида Аверома спокойствия, спокойного Рождества и счастливого Нового года. Уважаемые жители города, искренне поздравляю вас с наступающим Рождеством и с Новым годом. Пусть в старом году останутся все несгоды и в Новый год мы войдем только с счастьем, радостью и улыбкой. Ну вот опять наступает та пора, когда мы собираемся вместе, поздравляем друг друга, дарим друг другу подарки. Жизнь пролетает так быстро, казалось, вот-вот мы радовались одному году, а уже на смену ему приходит другой. В эти праздничные дни я желаю всем традиционно здоровья, любви, крепкой дружбы, исполнения всех ваших желаний. А еще мне бы хотелось вам очень-очень пожелать, чтобы вы видели хорошее в окружающем вас мире, находили все доброе в людях и дарили добро сами, окружали своих близких вниманием, заботой, дарили им надежду, воплощали свои мечты, искренне верили и не забывали, что есть простое человеческое счастье. Цените все, что вы имеете и наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни. поздравляю вас, дорогие жители города Кохотлоярли, с Рождеством и наступающим Новым Годом. Уважаемые жители Идавирума, Рождество это красивое и светлое время, где можно побыть своей семьей и близкими людьми. Мы, у нас спасатели свои ценности. это смелость и это доверенность. Это значит то, что мы помогаем всегда тех, кто нуждается в помощи. Мы умеем и смелые отвечать за свои поступки и самое главное, что нас уважают и ценят. Призываю вас всех, замечайте людей, кто нуждается в помощи. Пусть это будет свой родной человек или чужой. Помощи понадобят люди старше возраста, у кого трудно жить и, конечно, несчастные молодежь. Каждое внимание и помогание другого человека это же доброта. Так мы можем обрадовать человека и делать его счастливее. Дорогие жители Вирума, я желаю от нас всех спасателей вам красивого и удачного Рождества. Дорогие жители Кохтлоярвы, поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым Годом. В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ. Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты. Дорогой зритель, от имени телевизионного канала ЛИТОС мне очень приятно поздравить вас с Рождеством, пожелать вам счастья, пожелать вам спокойствия, пожелать вам мира, которого сегодня вокруг нас, как мы видим, не так уж и много. мы можем мир вокруг нас сделать безопаснее, если мы будем замечать все, что вокруг нас происходит. С Рождеством вас! Здоровья и счастья! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова